Мы находимся на завершающей стадии судебной реформы, которая, по большому счету, в этой стадии завершается отступлением силы Единопроцессуального кодекса. В 2014 году были объединены две системы – экономических и хозяйственных судов в одну систему. И мы столкнулись с ситуацией, когда в одной системе действуют два процесса – гражданский процесс и хозяйственный процесс. Для единой системы это не совсем правильно. Мы говорим мягко, но совсем правильно. Поэтому стал вопрос о разработке Единого процессуального кодекса, который разработан, который принят, подписан и с 1 ноября 2026 года вступит в силу. Для экономических судов это не просто новый процессуальный кодекс. Меняется полностью структура экономических судов с точки зрения того, что мы создаем новый операционный суд. Из экономических судов областей города Минска уходят операционные инстанции. Они остаются судами исключительно первой инстанцией. Под создание Единого операционного суда, естественно, изменяется штатная структура экономических судов областей города Минска, поскольку суд создается за счет кадровых резервов и кадров экономических судов. Мы не берем ни одной единицы со стороны ни судей, ни государственных служащих. То есть, по большому счету, создается единая трехзвенная система судопроизводства в экономических судах. Точно такая же, как и во всех остальных общих судах. Ну, говорю по-старому. Общих судах. Поэтому, естественно, очень много возникает вопросов, особенно у наших субъектов хозяйственных, а как будет функционировать эту систему. Потому что для них, для нас это новое, для них это тем более новое. Потому что за все годы независимости такого еще не было. Более того, я хочу сказать, что единого операционного суда нет ни в одной стране на постсоветском пространстве. Это что-то новое, доселе неиспробованное для всех, для нас. Поэтому, скажем так, и здесь наша республика впереди. Продолжение следует...